Восточная производственная площадка Валтек расположена в индустриальной зоне города Ханчоу, в 180 километрах от Шанхая. Здесь, на площади 2 гектара, расположен современный промышленный комплекс, включающий административные здания, производственные цеха, общежития для рабочих, а также места для проведения досуга персоналов. Металлополимерные трубы Валтек производятся на экстрюзионных линиях швейцарской компании Малифер. Сырьем для труб служит гранулированный полиэтилен компании Канста с органосилонидным инициатором шивки по методу Б. На отдельном участке цеха расположен комплекс подготовки алюминиевого слоя трубы. Здесь алюминиевая фольга разрезается на ленты требуемой ширины, калибруется и собирается в бухты, поступающие на экстрюзионную линию. Каждую экстрюзионную линию длиной 85 метров обслуживает всего два оператора, поэтому линия снабжена несколькими видеопультами управления. Гранулированные полимеры поступают к экструдерам по системе пневмопроводов. Многобункерный питатель экструдера обеспечивает точную дозировку полиэтилена, красителя и стабилизатора. С любого пульта оператор может контролировать и изменять все характеристики формируемой трубы, а также технологические параметры линии и ее общую скорость. На первом экструдере формируется внутренний слой трубы Valtec. Краситель в этот слой не добавляется, поэтому он полупрозрачный. Алюминиевая фольга для среднего слоя трубы поступает на аккумулятор. Аккумулятор обеспечивает непрерывность работы линии при замене бухт в фольги. Когда очередная бухта алюминиевой фольги заканчивается, на специальном аппарате поперечной сварки оператор производит соединение концов ленты старой и новой бухты. Участок продольной сварки алюминиевой ленты среднего слоя трубы начинается с аппарата бесконтактного ультразвукового контроля наружного диаметра и толщины стенки. Трубные заготовки на линии Malifer используются аппараты контроля швейцарской фирмы Zumba, признанного мирового лидера по производству приборов бесконтактного контроля. Алюминиевая лента поступает на участок сварки с аккумулятора и заводится под трубу внутреннего слоя. Процесс сварки алюминиевого слоя полностью автоматизирован и не требует участия человека. Проходя через роликовый формовочный механизм сварочного участка, состоящий из 12 пар роликов, алюминиевая лента постепенно приобретает форму трубы. Края ленты абсолютно точно подгоняются друг к другу для дальнейшего производства сварки. На сварочном участке имеется свой видеопульт с монитором, на котором можно контролировать и корректировать все этапы процесса сварки. Сварка алюминиевого слоя трубы Valtec производится неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа. Пост контроля сварного шва оборудован собственным монитором. На нем отражается положение электрода относительно стыка алюминиевой ленты. При малейшем отклонении этого параметра от допустимого интервала значения подается сигнал на участок резкий. Бракованный участок трубы будет вырезан. Второй экструдер линий сдвоенный. Он формирует клеевой и наружный слои трубы. После второго экструдера труба проходит через очередной ультразвуковой пост контроля геометрических параметров, а также через прибор контактного электромагнитного контроля наличия наружного слоя. Далее на трубу наносится маркировочная надпись. Перед нанесением маркировки поверхность трубы предварительно локально разогревается. Это необходимо для того, чтобы краска после принтера быстрее высохла. Нанесение маркировочной надписи на трубу Валтек производится струйным принтером. Требуемый текст и графические символы вводятся с клавиатуры и находятся в памяти маркировочного компьютера. На выходе из линии находится стол резки трубы и аппарат протяжки, который срабатывает при смене барабанов бухтовочной машины. Полностью автоматизированная бухтовочная машина линии «Малифер» не требует участия человека. Она состоит из двух барабанов. На один из барабанов идет намотка готовой трубы. Второй перегружает готовую бухту на консоль передвижного погрузчика. Барабаны попеременно сменяют друг друга. Заправка начала трубы на барабан и ее отрезание в соответствии с заданным метражом производится автоматически. Производительность экструзионных линий «Малифер» весьма высока. В зависимости от диаметра скорости выпуска металлополимерных труб Валтек колеблется от 35 до 50 метров в минуту. На заводе Валтек установлено две таких линии. Участок гидротации представляет особую гордость завода Валтек. На этом участке установлены две вакуумно-правых камеры, в которых происходит процесс дошивки слоев сшитого полиэтилена до требуемого нормативного значения. После помещения в камеру из нее выкачивается воздух и подается пар. Через 4-6 часов пар откачивается и из камеры выходит полностью готовая к реализации труба. Большинство производителей гидротацию не производят, поставляя потребителю по сути дела полуфабрикат. С каждой партией металлополимерной трубы Валтек берутся образцы для испытания в лаборатории. Здесь проверяется фактическая степень шивки слоев PECS, прочность клеевых слоев, а также производится предусмотренные европейскими нормами и российскими стандартными прочностные испытания. Если лаборатория выдает положительное заключение о соответствии трубы нормативным требованиям, вся партия пропускается на участок упаковки. Каждая бухта упаковывается в полиэтиленовую пленку и бумажную упаковку с отправными данными производителя. Упакованная труба перемещается на склад готовой продукции. В год завод производит около 40 миллионов погонных метров металлополимерных труб. Для сравнения хотелось бы показать одно из трубных производств, очень характерных для мелких китайских провинциальных так называемых фабрик. Именно отсюда в Россию поставляется дешевая металлопластиковая труба с придуманными на ходу или украденными брендами, с копированными техническими паспортами, с чужими или фальшивыми сертификатами. Какую трубу выбрать – решать потребителю. Для производства полипропиленовых труб «Валтек» используется гранулированный полипропилен ППР-100 корейской компании «Хиасунг». Сырье хранится в силосах высотой 14 метров, откуда поступают в расходные бункеры, а затем по пневмопроводам подается на экструзионные линии. Завод имеет собственный участок по подготовке стекловолоконной фибры, являющейся наполнителем среднего слоя трубы «Валтек» ППР «Фибер». На этом участке из фибры и полипропилена создаются жгуты-компаунды, которые затем дробятся в гранулы. Непрерывная подача сырья пневмопроводами в питательные бункеры экструдеров обеспечивает безостановочную работу линии в течение всей смены. Все типы полипропиленовых труб «Валтек» производятся на высокопроизводительных, экструзионных линиях немецко-австрийской компании «Баттенфилд» в «Цинциннате». Эти экструзионные линии полностью автоматизированы. Каждая линия обслуживается одним оператором, который контролирует параметры процесса с одного из нескольких видеопультов, расположенных вдоль линии. Цех полипропиленовых трубопроводов «Валтек» в настоящее время производят четыре типа труб. Однослойные трубы. Два вида труб армированных стекловолоконной фиброй ППР-фиброй. На номинальное давление 20 бар с фибровым слоем красного цвета. И 25 бар с фибровым слоем серого цвета. А также трубы ППР-алюс, армированные неперфорированным алюминием. На производстве армированных алюминием труб «Валтек» экструзионная линия дооборудована участком сплошной лазерной сварки алюминиевого слоя. Типовой технологией линии «Цинциннати» сплошная сварка алюминиевого слоя не предусмотрена. Большинство производителей поставляет на рынок трубу с несваренным алюминиевым слоем. Резка труб на хвосты заданной длины, их пакетирование и упаковка в полиэтиленовые мешки производится автоматически по командам с центрального компьютера, управляющего всеми линиями и участками цеха. Практически стопроцентная автоматизация экструзионных линий «Баттенфилд» «Цинциннати» на производстве полипропиленовых труб «Валтек» сводит к нулю вероятность выпуска бракованной продукции, так как исключает влияние человеческого фактора. Малейшее отклонение какого-либо параметра любого процесса от заданных допусков немедленно вызывает остановку линии и выдает тревожный сигнал на пульты управления и центральный компьютер. Полипропиленовые трубы «Валтек» упаковываются в полиэтиленовые мешки холостами по 4 или по 2 метра и поступают на стеллажи склада готовой продукции. Отсюда труба загружается в контейнеры и отправляется в Россию. По специальному заказу завод может выпускать холосты любого размера. Цех термопласт-аппаратов завода «Валтек» оснащен оборудованием итальянской компании «Потенция». На термопласт-аппаратах производятся полипропиленовые фасонные изделия, фитинги, краны, вентили, клапаны, фильтры и коллекторы. Сырьем для этих изделий служит все тот же гранулированный полипропилен «ППР-100», поступающий по пневмопроводам со склада сырья. Латунные детали для комбинированных фитингов и арматуры изготавливаются в отдельном цеху этого же завода. Упаковочный комплекс цеха «ППР-фитингов» тоже обходится без участия человека. По программе, заданной компьютером, полипропиленовые фасонные изделия сортируются по артикулам и с помощью весового дозатора в требуемом количестве упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Мы показали вам, как делается качественная полипропиленовая труба. А вот как делается труба, о качестве которой ничего не известно даже самому производителю, это качество предстоит испытать на себе вам, потребителям. Производство латунной трубопроводной арматуры и фитингов на предприятии «Валтек» является одним из самых роботизированных комплексов подобного типа не только в Китае, но и во всей Евразии. Большинство изделий делается из латуни марки CW617N. Это латунь оптимального состава для метода горячей объемной штамповки. С недавнего времени ряд изделий, в частности шаровые экраны серии «Перфект» изготавливаются из латуни марки CW602N. Эта латунь обладает повышенной стойкостью к вымыванию цинка. Латунные прутки со склада сырья поступают на участок резки, который находится в этом же помещении. Латунные прутки здесь режутся на заготовки требуемой длины – дисковой твердосплавной пилой. Разрез производится строго перпендикулярно оси прутка, что предопределяет правильность дальнейшего прохождения заготовки по технологическому конвейеру. Пресс-формы для горячей штамповки латунных заготовок является крайне ответственными и дорогостоящими изделиями. Предприятие «Валтек» имеет собственное производство «Пресс-форм». Они изготавливаются на высокопрецизионных фрезерно-электроискровых комплексах швейцарской компании «Джош Фишер Эджи Чаминс». По заложенному в программу комплекса чертежу, пресс-формы станок автоматически формирует изделия любой сложности. Цех горячей объемной штамповки оснащен автоматизированными штамповочными комплексами итальянской компании «Гидромек». Латунные заготовки смазываются графитовой смазкой и разогреваются в газовой тоннельной печи до температуры 680 градусов. Именно при такой температуре изделие получается с заданной плотности и прочностью. Контроль разогрева осуществляется автоматикой печи. Разогретая заготовка по конвейеру подается к молоту пресса. Заготовка устанавливается роботом в пресс-форму, и молот производит прессование. При опускании нижней станины пресса в момент удара из ее боковины выдвигается пустотообразователи, которые формируют внутренние полости изделия. Цех производства «Валтек» оснащен прессами с усилием 250 и 400 тонн. Отштампованные заготовки по лотку отправляются в приемный бункер. В процессе горячей объемной штамповки выделяется значительное количество дыма от выгорания смазки. Этот дым дымососами подается в систему воздухоочистки, где на мокрых фильтрах воздух очищается от частиц сажи и копоти. При горячей штамповке на заготовке остается избыток латуни, так называемый облой. На участке снятия облоя эта операция роботизирована, поэтому выполняется точно и с высокой скоростью. Заготовки по конвейерной ленте поступают к захвату манипулятора. Телеметрическая установка оценивает положение поступающей заготовки на конвейере. Те детали, которые манипулятор может взять захватом, он подает на карусельный станок. Заготовки, которые по каким-то причинам неудобны для манипулятора, сбрасываются в промежуточный бункер и снова поступают в начало конвейера. На карусельном стенде заготовка кладется в оснастку. Ее положение фиксируется прижимом, а затем облой обрезается специальным фигурным резаком. После снятия облоя заготовка поступает в дробеструйную установку для очистки от остатков смазки. Затворы шаровых кранов Валтек малых диаметров делаются из заготовок, нарезанных из трубчатого прутка. Для кранов больших диаметров используются специальные горячепрессованные заготовки. Шаровые затворы изготавливаются на высокопроизводительных автоматических токарно-сверлильных агрегатах итальянской компании Sala. Сначала в заготовке рассверливаются и обрабатываются отверстия проектного диаметра. После этого происходит последовательное превращение цилиндрической болванки в идеальный шар. Окончательная доработка поверхности шарового затвора производится алмазным притиром, который полирует шар до зеркального блеска. Система автоматики и контроля станка исключает малейшую возможность появления брака в таком ответственном элементе шарового крана, как его затвор. Участок токарной обработки производства Валтек оборудован промышленными роботами итальянской фирмы Нюти. Здесь на станках с числовым программным управлением производится точное рассверливание заготовок под заданный размер, обтачивание деталей, а также нарезание на них резьбы. Например, на стенде токарной обработки полукорпусов латунных шаровых кранов Валтек установлены также манипуляторы, как и на участке снятия облоя. Манипулятор снимает заготовку с ленты конвейера и подает ее в захват станка, где в потоке смазочно-охлаждающей жидкости производятся все требуемые токарные операции. После этого манипулятор снимает заготовку из захвата и отправляет ее в контейнер готовой продукции. Даже наличие идеальных деталей не гарантирует выпуск качественного изделия, если их сборка будет произведена плохо. Достаточно превысить усилие скрутки полукорпусов шарового крана, как в нем появятся опасные микротрещины. Сборка арматуры Валтек производится на автоматических линиях итальянской фирмы Твинс. Здесь даже такая сложная операция, как вставка штока изнутри корпуса, производится роботом. Если посмотреть на традиционные китайские полукустарные производства латунной арматуры, то сразу бросается в глаза преобладание ручного труда, изношенность и плачевное состояние оборудования. Ни о каких строгих технологических режимах здесь не может быть и речи. Как результат, на выходе получаются изделия весьма низкого, непредсказуемого качества. Но они очень дешевые, поэтому оптовые покупатели охотно берут их для поставки в Россию. А расплачиваться за низкое качество, конечно, будет потребитель. То есть мы с вами.